Здравствуйте! Сегодня в программе наши тесты Land Rover Defender 90 SVX, юбилейная версия. Мы приехали на Ладогу для того, чтобы снять тент, покатать девчонок по пляжу, попрыгать по дюмам. Но у Ладоги были собственные планы на этот счет. Уже вторые сутки, практически не прекращаясь, идет ливень, поднялся сильнейший ветер. Посмотрите, на Ладоге даже маленький шторм, что называется. В такую погоду разговаривать об этом солнечном автомобиле не хочется. Давайте мы немножко подождем, пока погода улучшится. Говорят, завтра уже будет солнышко. Обожаю эту работу! Компактность автомобиля, а длина его составляет 3900 мм, залог успеха на бездорожье. Так же, как и небольшой вес, снаряженная масса 1870 кг. Большие колеса 32 дюйма в диаметре и достаточно тяговитый двигатель 360 ньютон-метров при 2000 оборотах в минуту обеспечивают отличную тягу и хорошую проходимость. У него шестиступенчатая механическая коробка передач и двухступенчатая раздаточная коробка. Причем понижающая передача составляет 3 к 1. Езда по грейдеру, равно как и по асфальтовой разбитой дороге, становится комфортной, только если мы стравим давление в шинах, ну скажем, до 1,8 атмосферы. На штатном давлении машина просто козлить невероятно. Ее кидает из стороны в сторону, при этом курсовая устойчивость у автомобиля очень неплохая на любой дороге, и на асфальте, и на грудовой дороге, но при этом из-за того, что очень жесткая подвеска, и давление в шинах высокое, когда автомобиль просто скачет возликом по всем неровностям. А в главном асфальте такой, правда, неплохой, не стоит разогнаться до скорости кресельской, как будто бы 110 км в час, в салон начинает подсасывать уже запах паленой резины. Вообще, задний борт и тент задней части автомобиля, он-то все-таки не настолько герметичный, чтобы задерживать все газы, все запахи, которые источают автомобиль. При этом, все равно Defender остается Defender, и из салона можно рассмотреть землю, есть пара мест, которые скачиваются на сквозь. Впрочем, это относится, скорее, к забавным особенностям, почему проблема. Мы попали несколько раз в сильнейший ливень, и ни капли воды в салон не попало. И, наконец, третья проблема, как слышите, это шумность, невероятная шумность. Мало того, что тент не очень способствует защите от окружающих звуков, он сам по себе издает невероятные хлопаньи, шуршания и какие-то звуки непонятного происхождения, что-то гремит, бринчит. Это плата за то, чтобы потом оттент снять и ощутить кайф от рождения открытого пламени. Короткий Defender – очень неплохая городская машина, особенно там, где асфальт далек от идеала. Она компактна, неплохо рулится, очень хорошая обзорность, это, естественно. Ну, правда, тент немножко снижает эту вот похвалу в обзорности, но, тем не менее, неплохая, скажем прямо. Ну, кроме того, автомобиль динамичен. Шесть передач, тяговитый двигатель. Стартануть можно со светофора или в потоке и держаться очень легко. Одно только могу порекомендовать – непременно сбрасывать скорость перед держащими полицейскими. Удар такой, что мало не покажется. Дальние пробеги никогда не были сильной стороной короткого Defender. Все-таки машина, скорее, либо рабочая, либо прогулочная для развлечения. Ехать же по шоссе, ну, просто утомительно. Комфорт, как я уже сказал, ниже среднего. Это связано не только с посадкой с рулем своеобразной, которую все слышали наверняка, но и с тем, что короткая машина все-таки не слишком комфортна на ходу, а она жестковата. Этот автомобиль неплохо укомплектован опциями комфорта. Здесь есть и электростеклоподъемники, и подогрев сидений, и кондиционер, и очаровательные фирменные часы, и музыка. А конкретно здесь, в модели SVX юбилейной версии, стоит магнитола с возможностью проигрывать музыку через USB, или подключить iPod, либо какой-то другой MP3-плеер через специальный разъем. Фирменной особенностью всех контролевых Defender является лобовое стекло с электрическим подогревом. Не лишен этой функции и юбилейный Defender, как короткий, так и длинный, естественно. Самое интересное то, что есть еще и подогрев заднего стекла. По крайней мере, кнопку нажать можно, и загорится индикатор. Что при этом будет происходить, непонятно. Возможно, там просто болтается разъем, его можно вывести, скажем, для дополнительного света. Путешествие наше закончилось, мы вернулись в Москву. Но, как видите, погода нам не благотворит. Мы привезли дождь с собой, такое впечатление. Но последнюю сладушкой буря, это, конечно, ерунда. И мы продолжим рассказ про Land Rover Defender 90 SVX, выпущенный к 60-летию компанией. Defender юбилейной серии несложно отличить от всех остальных Land Rover. Прежде всего, это серебристая фальшишотка радиатора и накладки головной оптики. И серебристая же эмблема Land Rover. Что касается оптики, то здесь разделен дальний цвет и ближний. А габариты, которые стоят обычно на месте дальнего света, включены в ближний свет. Повторители поворотов на крыле тоже прозрачные, как и вся оптика. Кроме того, на двери есть наклейка надписью 60 лет. И здесь рядом с крылом фирменная табличка SVX. Еще одной отличительной чертой этой версии SVX является защита лобового стекла по совместительству предоставляющая с собой силовой каркас. Вот здесь под тентом дуга, которая крепится к силовым элементам кузова и рамы. И может выдержать переворачивание даже автомобиля, не дай бог. Ну и порожки покрашенные, фирменный, можно сказать, серебристый цвет. И завершают отличие вот эти вот диски с надписью Defender. Кроме отличительных черт, этот Defender не лишен своих фирменных изюминок. Вот, например, воздухозаборник двигателя на боковине крыла или воздухозаборник салона сверху крыла. Этого, как говорится, не отнять. Есть интересные детали и сзади автомобиля. От обыкновенных Defender этому автомобилю достался вот такой вот массивный фаркоп. И вот это забавное отверстие, на самом деле, оно еще с 40-х годов качует с машины на машину. Это отверстие для вала отбора мощности, чтобы привести в действие, скажем, какую-то веялку или сейлку, или какое-то моторизованное сельскохозяйственное орудие. В наследство своих далеких предков, которые от рождения были пикапами, этому Defender достался вот такой вот откидной задний борт. Вот, собственно говоря, весь грузовой отсек. Борт, кстати, можно откинуть еще больше. Это довольно муторно, но бывает полезно, если нам нужно положить какие-то габаритные тяжелые вещи глубоко в салон. Теперь доступ гораздо проще. В грузовом отсеке мы видим запаска хранится, кто мог подумать. Прикрытые рундуки ковриками резиновыми, которые снимаются, их можно помыть. Здесь есть запираемый отсек. В нем хранится чехол для тента, но если мы тент не снимаем, не планируем снимать, то сюда можно положить что-то ценное и запереть вот на ключ. Здесь же хорошо видно силовой каркас, который на самом деле, понимаю, что это действительно силовой каркас, достаточно прочный. Как я говорил, он крепится к силовым элементам рамы через кузов. Вот, собственно говоря, и все. А техния велик, поэтому вещей много с собой не возьмешь. Такой типичный пляжный внедорожник. Дефендер 90 – это один из самых, как вы знаете, проходимых автомобилей, и недаром его показатели геометрической проходимости поистине выдающиеся. Например, углы въезда и съезда этого автомобиля примерно по 50 градусов. В общем-то, уникальное число для современных внедорожников. Впереди внедорожника простой, как рельс, стальной бампер. Снизу защита рулевых тяг из легкого сплава. Она защищает только передние рулевые тяги, задняя, к сожалению, такая осталась уязвимой. Это проблема всех лендроверов с зависимой подвеской, начиная, наверное, от первых серий. Высокая проходимость этого автомобиля обусловлена еще и сравнительно небольшим весом. Из-за кузова, выполненного из легкого сплава, кстати, в новых дефендерах алюминия стало чуть поменьше. Вот капот, двери теперь стальные, зато все остальное – крылья, боковины кузова, крыша, задняя панель кузова – она алюминиевая. У этого внедорожника очень неплохая артикуляция мостов. Здесь зависимая подвеска, сзади А-образный рычаг, а впереди два простых рычага и тяга панара. Совокупный ход подвески составляет 560 мм для трехдверной версии. Давайте сейчас посмотрим, на что он способен здесь на искусственных препятствиях. Сейчас мы заедем в этот подъем, притом не будем пользоваться педалью газа, заедем на холостых. Спускай поработает система антистал, не позволяющая глушить двигатель при увеличении нагрузки. Поднижающая передача 3 к 1. Крутящий момент настолько увеличивается, что машина вообще не чувствует никаких усилий при подъеме. Точно так же и при спуске, просто-напросто бросаем все педали и, тормозя двигателем, аккуратно и плавно съезжаем. Вот и все. Мы пройдем диагональное вывешивание до отрыва колеса и даже чуть дальше. Здесь есть электронная противобуксовочная система, которая помогает блокировке межосевого дифференциала передавать такого рода препятствия. Поехали! Ну а финальным номером нашей программы будет преодоление вот этого, с позволения сказать, бордюрчика, который, я думаю, у нас пройдет очень легко. Посадку за рулем Дефендера не ругал разве что ленивый. На самом деле, человеку среднего роста здесь достаточно комфортно, особенно с лифтом, в том, что и органы управления, и само сидение сильно сдвинуто влево. Есть несколько версий, почему так. Важно то, что колонка не регулируется ни по вылету, ни по наклону. И поэтому комфортные сидения с рулем можно подобрать только двигая сидение. И вот здесь уже скрывается неприятный момент. В 90-м Дефендере, в короткобазной версии, сидение назад отодвинуть нельзя никак. Оно опирается там в стенку, являющуюся элементом жесткости кузова. А вот в 110-м, теоретически, можно переставить немножко салазки и отодвинуть сидение еще немного, чтобы рослому человеку с длинными ногами было сидеть комфортно. В целом же салон Дефендера, та часть, которая относится к водительству и пассажирам, сильно не отличается от этого Дефендера юбилейного, сильно не отличается от салона обычного. Система подключения iPod, сразу встроенная в аудиосистему автомобиля, она работает на радиочастоте 87,7, можно поймать здесь на магнитоле и слушать собственную музыку. На балдашнике, на рукоятках, переключение передач и раздаточные коробки алюминиевые, они довольно тяжелые, поэтому иногда вибрируют нещадно, попадая в резонанс. Здесь тентованная крыша, поэтому нет света салонного, вернее он есть, но встроен бокс впереди, выключается и включается, почти что ничего не освещает, кроме вот самого центральной консоли. Самая главная деталь салона, которая отличает эту версию от остальных, это кресла Riccara. Они обладают неплохой боковой поддержкой, в основном в районе поясницы, правда они довольно жесткие, но зато откидываются и приспособлены для установки четырехточечных ремней, ну по крайней мере в теории. Здесь внедорожный Родстер, а это именно Родстер, двухместная открытая машина, тем более юбилейный, выпущенный граничным тиражом, тут как-то даже неудобно говорить о деньгах. Что касается ежедневной эксплуатации, но посудите сами, багажника практически нет, машина жесткая, все-таки недостаточно динамичный дизельный мотор, здесь рассчитаны на совсем другие нагрузки, не очень удобная, хотя и оригинальная. Может быть на каждый день эта машина и не подойдет, ну а если Land Rover S-VX вам все-таки понравился, спешите, и Раш ограничен, и их почти уже не осталось, а следующий юбилей ждать еще 9 лет. Субтитры сделал DimaTorzok